1200-1300 новых случаев рака легких ежегодно выявляют в крае, причем среди мужчин этот вид онкологии находится на первом месте. И еще несколько цифр. Чаще всего рак выявляют уже на поздних стадиях. Лишь в 30% случаев это первая или вторая стадия. Сегодня в нашей студии Иван Дегтярев, заведующий Таракальным отделением Алтайского краевого онкологического диспансера. Поговорим о том, кто подвержен болезни чаще всего и как узнать о ней как можно раньше. Тем более, эта неделя в России объявлена Минздравом неделей профилактики рака легких. Здравствуйте, Иван. Рад вас видеть. Ну, первый вопрос у меня такой. Кто все-таки в зоне риска находится? Потому что я сейчас только сказала, что чаще всего болеют мужчины. Они все-таки в зоне риска. И курящие или все-таки курение – это не основной фактор. Потому что раньше говорили, вот будешь курить, у тебя будет рак легких. На самом деле вы правы. Пациенты, которые заболевают чаще всего раком легкого – это мужчины. Это мужчины среднего возраста и преклонного. В группе риска, если пациенты страдают хроническими воспалительными заболеваниями легких, либо курящие, риск значительно повышается. Развитие рака легкого возможного. То есть, если человек курит, то у него обязательно какое-то там заболевание легких, да, есть или нет? Как правило, это пациенты, если старш курение длительный, более 10 лет, хронический абструктивный бронхит у пациента присутствует. А возраст все-таки от какого до какого чаще всего в зоне риска? Рак с каждым годом молодеет. Встречаются у нас сейчас, к сожалению, молодые пациенты. Но основная масса пациентов раком легкого – это возрастная группа 60+. То есть уже такие достаточно взрослые люди. Причины – это курение. Какие еще могут быть причины? Вот, допустим, да, вредное производство, которое влияет на дыхательную систему. Оно может спровоцировать заболевания? Много ли у нас, допустим, сейчас таких вредных производств? Курение – это одна из основных причин, но причин для развития рака легкого очень много. Выхлоп автомобильный – то, что очень сильно влияет на дыхательные пути. Продукт сгорания бензина – бензил, бензоат. Это фактор не менее вредный, чем курение. Вредные производства, химикаты, плюс хронические заболевания воспалительных дыхательных путей. То есть не просто так, да, человек раз и заболел раком легких, что-то должно спровоцировать? Да, в какой-то момент должен не сработать у человека противоопухолевый иммунитет. И вследствие чего начинает развиваться онкологический процесс. Ну вот вредных производств, допустим, да, или мы не будем говорить о том, что вредное производство как один из факторов. А что, допустим, ты вышел на улицу, подышал тем, что сейчас у нас в атмосфере, и это тоже может спровоцировать. Вот как мы можем сравнить, допустим, то, что просто на улице воздух, да, что там у нас содержится, и, допустим, вредное производство. Кто может заболеть? Тут вредность есть и в сельской местности, вредность есть и в городской среде. В городской среде, как я уже сказал, автомобильный выхлоп, загазованность, плюс промышленность. А в сельской местности продукты сгорания угля. От них тоже, да, оказалось, вроде на воздухе люди живут. Это тоже очень-очень вредный и провоцирующий фактор. Ну вот мы говорили о том, что мужчины чаще всего болеют, а у женщин какие причины чаще всего вызывают болезнь? Те же самые? И на сколько процент, допустим, женщин меньше болеет? У женщины болеет значительно меньше. Почему? Примерно в 8 раз. Это генетически обусловлено. Связано не только с вредными факторами, особенность заболевания такая. Но в последнее время количество заболевших женщин увеличивается, и это связано с курением. Тоже с курением, да? А это чаще всего болеют женщины уже в возрасте или тоже молодые? Возраст примерно такой же. То есть где-то 50 плюс. Почему рак лёгких, я тоже в подводке сказала об этом, чаще всего выявляют на поздних стадиях, да? Получается, каких-то там симптомов болезни совершенно нет, люди не чувствуют, нормально живут себе. Что должно, допустим, насторожить человека, чтобы он понял, что что-то не в порядке? На самом деле каких-то симптомов, характерных именно для рака лёгкого, их нет. Это все симптомы, совпадающие с симптомами хронических заболеваний лёгких. Кашель, одышка, иногда бывают какие-то боли в грудной клетке. Это внезапно появляется или как это происходит? Постепенно, это развивается постепенно. Поэтому человек, как правило, не замечает именно клинически. То есть жалоб у него каких-то характерных для рака лёгкого нет, их не существует. На поздних сроках может появиться кровохракание. Но это уже понятно. Уже человек начинает переживать гораздо сильнее. И, как правило, тогда начинают обращаться. А поздняя выявляемость связана с тем, что локализация внутренняя. И для этого раньше использовали флюорографию, и сейчас используют. Тут было бы счастье да несчастье помогло. Благодаря коронавирусной инфекции стали значительно чаще использовать компьютерную томографию лёгких. И во многих странах в скрининге используют именно не флюорографию, а низкодозную компьютерную томографию. Что позволяет выявить рак в значительно более ранних стадиях. То есть КТ там лучше видно, да? И есть онкология или нет? Да, несомненно. А флюорография не всегда может показать? Или всё-таки всегда? Флюорография не всегда может показать. Есть локализации, особенности расположения опухоли, которые не всегда видны в ранних стадиях на флюорографических методах. Ну вот что всё-таки человека должно насторожить? Вот вроде бы он чувствует себя нормально, но что-то не так. Чтобы пойти, допустим, обследоваться? Ну на ранней стадии, допустим, да? Если мы хотим, ну не хотим, а… Человека вряд ли что-то насторожит, если у него ранняя стадия рака лёгкого. Тут нужно делать в качестве скрининга раз в год делать компьютерную томографию низкодозную. Говорят же, что всё-таки вредно КТ. Вредно, но просмотреть рак вредней. Знаю, что мужчины у нас вообще не очень любят обследоваться, потому что если женщины хотя бы где-то что-то заболело, они тут же бегут, то мужчин, собственно, не затащить к врачу. И всё же, да, вот если человек боится заболеть раком, что нужно делать? Анализы, может быть, насколько часто, да? Вот вы уже сказали, что КТ. Может быть, флюорографию? Каждый ли год или, может быть, там ещё чаще сейчас стоит делать? Чаще не нужно. Чтобы предотвратить развитие рака лёгкого в организме, нужно следить за своим здоровьем. Вот как? Это касается общесоматического здоровья, поддерживать иммунитет, заниматься физкультурой, правильно питаться, не курить. Если появляются хронические заболевания лёгких, заниматься лечением хронических заболеваний лёгких. Это что туда относится? Какие хронические заболевания? Хронический бронхит, как правило, это основное заболевание. Ахмонет. Это другое немножко, да? Это другое заболевание, да. Другая нозология, другое лечение. Но все хронические абстрактивные заболевания лёгких, их целая группа, нужно лечиться. Но они тоже могут стать причиной? Они являются причиной развития онкозаболевания, да. А что касается анализов? Про флюорографию я поняла, да? То, что мы с вами уже обсуждали. Низкодозная компьютерная томография. Нет, допустим, кровь. Говорят же, что по крови иногда можно определить. Но, к сожалению, нет. Нет, да? Ну что, повышенный какой-то там процент чего-то? Нет. К сожалению, нет. Если у родственников, допустим, да, была онкология лёгких, обследоваться нужно чаще, из какого возраста? Ну, не пойдёшь это, не поведёшь это там, да, регулярно своего ребёнка, там, 14-15 лет на КТ, потому что оно тоже вредно. Мне тут рассказывал, кстати, человек, который по щитовидной железе, по раку, с раком работы щитовидной железы. В детском возрасте переживать на тему рака лёгкого не стоит. Сейчас хоть рак и молодеет, но это достаточно редкие явления. Но для этого используют флюорографию ежегодную. В более старшем возрасте я бы рекомендовал делать низкодозную компьютерную томографию. Это с какого возраста, допустим? Ну, допустим, если есть в семье человек, который, ну, умер там или болеет. Если ничего не беспокоит, то, наверное, лет с 45, с 50. А вообще, насколько онкология лёгких передаётся генетически? Есть такое? Допустим, в семье по какой-то причине два человека, которые болели онкологией лёгких, там, допустим, дедушка или там кто-то из тёти какая-то. Сам по себе рак лёгкого генетически не передаётся. Но если в семье есть несколько случаев онкозаболевания, то значит, есть какой-то генетический дефект иммунитета, именно противоопухолевого. И нужно внимательнее относиться к своему состоянию, здоровью и регулярным ежегодным обследованиям. Иммунитета противоопухолевого вообще в принципе, да? Не конкретно рак лёгких? Да, противоопухолевого иммунитета просто. То есть это может же быть, если, допустим, дедушка там или ещё кто-то в семье болел раком лёгких, не факт, что у этого человека с его иммунитетом ослабленным может быть другое какое-то заболевание? И не факт, что будет вообще. А, и не факт, что будет вообще, понятно. Но обследоваться надо всё-таки более регулярно, да, таким людям? У нас есть такое понятие – раковые семьи, они на учёте, их за ними дополнительный контроль. Конечно, раз в семье такая проблема есть, что очень много родственников заболевали в разное время разными онкологическими заболеваниями, дополнительный контроль нужен. Много таких семей, вот вы сказали, у нас есть на учёте? Ну, достаточно много. Достаточно много, да? Онкологии сейчас много, и практически в каждой семье есть. Ну да. Но если всё же удалось обнаружить болезнь на ранней стадии, есть ли шансы на выздоровление? Потому что, ну, сейчас я думаю, что вы расскажете, да, что было ещё там 10-15 лет назад с людьми, у которых обнаруживали онкологию лёгких, и что сейчас? За последние 10 лет в онкологии произошёл именно, в онкологии рака лёгкого, рака лёгкого, достаточно серьёзный прорыв в подходах к лечению и к вариантов, увеличению вариантов лечения. Что касается хирургических методов лечения, это ранние стадии. Сейчас широко применяется у нас мини-инвазивная хирургия. Это как? То есть операции делаем не разрезом. Не полосные, да? Говорили, очень сложные были операции раньше. Делаем проколами, да, скопически, с использованием видеоэндоскопической стойки. Выполняем туркоскопические операции. Это нам позволило уменьшить послеоперационный период и достигнуто улучшение качества оказания медицинской помощи именно тем, что более широкий процент пациентов попадает под категорию хирургических. Если раньше вот эти тяжёлые операции можно было выполнить не всем пациентам, А почему? Потому что операция сама по себе очень тяжёлая, травматичная, и если у пациента есть сопутствующая патология какая-то кардиальная со стороны дыхательных путей, плюс возраст, как правило, наши пациенты возрастные, то большие объёмы, сложная хирургия, они физически бы не перенесли такие операции. Она всегда была раньше сложной, там, допустим, 10-15 лет назад эта операция? Да, да. То есть эти открытые операции, они и сейчас есть, не во всех случаях получается сделать только скопические операции. Это зависит от стадии, от распространённости процесса. А вот эти эндоскопические, это на каких стадиях делаются? По клиническим рекомендациям рекомендуют убирать скопические опухоли размерами до 3 см. Ну вот я не очень разбираюсь, это начальная какая-то стадия? Ну да, это первая, вторая. В принципе, мы делаем и при второй Б, при третьей А стадии даже иногда получается сделать скопическую операцию. Но это зависит всё от распространённости опухоли, от её локализации. Удобно ли, получается ли. Понятно. И теперь получается, что вот эти люди, которым сделали такую операцию, процесс восстановления их, насколько изменился по сравнению с тем, как было 10-15 лет назад? Ну то есть самое главное, что, во-первых, мы теперь можем прооперировать большее количество пациентов, потому что операция не такая травматичная, она гораздо легче переносится для пациента, и восстановительный период меньше. На сколько процентов вот больше людей вы можете прооперировать? Ну, сейчас скопически мы оперируем практически 80% пациентов. Мы оперируем скопически. А ещё же были методы обследования достаточно сложные, при которых приходилось тоже делать какие-то глобальные разрезы, методы обследования уже, да, онкобольных. Сейчас что-то поменялось? Ну, диагностические операции были, они были открыты, да. Сейчас это диагностическая торакоскопия, это пятиминутная операция через прокол. Можем осмотреть плевральную полость, осмотреть опухоль, узнать её распространённость, взять биопсию для того, чтобы нам потом морфологи ответили, и мы знали уже, какой метод лечения в дальнейшем применить пациенту. А кроме операции что-то ещё? Да, в последние 10-15 лет у нас появились новые методы лечения. Раньше была только хирургическая химиотерапия и лучевая терапия. Сейчас, благодаря иммуногистохимическим и молекулярно-генетическим методам исследования, можно выявить определённые мутации в опухоли. И таким пациентам появились сейчас новые методы лечения, таргетная терапия и иммунотерапия. Они подходят не всем пациентам, но благодаря новым методам исследования некоторые пациенты попадают в группы, которым можно назначить эти препараты, и они сейчас у нас в широком доступе есть. Очень большое количество пациентов лекарственные препараты эти получают, и результаты лечения замечательные. Шансы вообще на выздоровление, если у тебя онкология лёгких, есть? Конечно. Сейчас, если раньше было не более 10%, то сейчас практически 50% пациентов выздоравливают. Живут долго? Да. У нас есть показатели в онкологии, это пятилетняя выживаемость, то есть живут больше пяти лет с момента установки диагноза. Спасибо вам большое. Надеюсь, что нас сейчас послушали люди, и если есть какие-то проблемы, пойдут обследуются, чтобы не тянуть до поздних стадий. Очень на это надеюсь. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Иваном Дегтярёвым, заведующим теракальным отделением Алтайского краевого онкологического центра.